Хотелось бы предоставить слово непосредственно вам, дорогая. Расскажите что-то о себе, что-то, может быть, о своей карьере, как вы пришли в спорт, как вы даже достигли этого всего. Коротко, в принципе, я думаю, нашим ребятам, студентам это будет намного интересно, вживую пообщаться с человеком, который достиг такой высоты. Ведь в спорте олимпийская награда считается самой высшей наградой. Чемпионаты мира проходят часто, почти там каждые два года, да? Да. А олимпиада это раз в четыре года, и достичь такой медали, ну, это одна из высших ступеней для спортсменов. И еще такой момент. Пока Дорига будет нам о себе немножко рассказывать, студенты, они подготовили вопросы, кого-то что-то, сами понимаете, интересует. И просьба такая, пожалуйста. Значит, вот здесь на столе пишите на листочке вопросы, и вот сюда на стол складывайте, хорошо? Мы после того, как Дорига немножко о себе расскажет, мы эти вопросы я возьму и зачитаю, чтобы так было немножко удобнее. Хорошо? Доброе утро, уважаемые студенты, гости сегодняшнего мероприятия. Огромное спасибо, что вы собрались, что вам интересно. Что рассказать о себе? На самом деле о себе рассказывать не люблю. Меня зовут Дорига, занимаюсь боксом, учусь в этом университете. Вот, и если кому-то что-то интересно, вы можете задавать вопросы, и я отвечу. Давайте таким образом. У кого-то вопросы, может быть, уже есть, потому что у нас в интернете, на сайте было выставлено, выставлено в этом, в инстаграме у нас были вопросы. Пожалуйста. Ребята, как всегда, скромничают, да? Хорошо. Ну, давайте таким образом, Дорига. Может быть, вы, ну, хотя бы так, пару слов. Как вы вообще пришли в этот спорт? Почему именно бокс? В бокс я пришла для того, чтобы сбросить лишний вес. В 11-м классе, перед выпускным, хотелось хорошо выглядеть. Вот, так как в школе я была освобождена от физической культуры, со здоровьем еще были проблемы. Вот. В 11-м классе начала заниматься. Пришла в зал, подруга мне посоветовала, что хотела пойти на фитнес, но подруга ходила на кикбоксинг, и секция бокса была вместе. Подруга сказала, что придя на наши тренировки кикбоксинга, ты быстрее скинешь вес, потому что там нагрузки более интенсивные. Вот, я пришла, попробовала, 4 месяца занималась так для себя, сбросила 26 кг. Потом проходили в нашем зале соревнования по кикбоксингу, чемпионат Казахстана. И тренера просто сказали всем девочкам, ну, поучаствуйте, может быть, кому-то повезет, кто-то будет в призерах. Я там провела 4 боя, и второе место заняла. В финале проиграла чемпионки мира. Вот. И тогда тренер обратил на меня внимание и предложил уже профессионально заниматься боксом именно. Ну, для меня самой было интересно именно бокса, не кикбоксингом, так как еще он был, его включили в Олимпийские игры. Вот. Оттуда моя карьера и началась. Ну, постепенно я начала тренироваться, тренироваться уже упорно. Уже не просто, да, так для себя скинуть лишний вес, а уже целенаправленно, ну, уже поставила перед собой цель, почему бы и нет, почему бы не поехать на Олимпиаду, на чемпионат мира и представлять нашу страну. Всегда смотрела по телевизору вот Бигзата Сатарханова и Махана Ибрагимова. Смотрела и не задумывалась, конечно, что сама буду заниматься боксом прямо так вот. Вот. Для меня они были примером. И я смотрела по телевизору, всегда поднимался флаг наш, и прямо слезы наворачивались, и такое ощущение внутри было. И думала, почему бы и нет, нужно тоже серьезно начать заниматься и представлять нашу страну также от женского бокса. Первый чемпионат Казахстана по боксу я проиграла, второй Казахстан, третье место заняла, и третий чемпионат Казахстана уже первое место, и тогда тренер, главный тренер сборной пригласил меня в сборную, и у меня был выбор как раз поступать в военное училище, я хотела поступить, либо выбрать бокс, ну, в сборную попасть. Я выбрала бокс, вот, и по сей день занимаюсь этим. Очень интересно, вот как раз, как раз у нас тут с Инстаграм, у нас там есть страничка, Казнал People, кстати, можете заходить, смотреть там, в Инстаграме у нас было объявление о вот этом тренер-встрече, и вот два вопроса, которые мы оттуда взяли, такие, как раз один из вопросов, я Абжан Халмад, студент первого курса, буду очень рад повидеть вас в нашем университете, надеюсь, где-то здесь. Хотела бы спросить, кто из известных боксеров является вашим кумиром? Ну, у меня кумиров нет, есть пример, примеры, конечно, это Геннадий Головкин, Серик Сапиев, наш, вообще прям, ну, восхищаюсь им, Бигзатса Тарханов, Ермахан Ибраимов, то есть наши казахстанские боксеры, да, которые поднимали флаг на Олимпиаде, на международной арене, представляли нашу страну, они являются для меня примером. А и женщин? Ну, и женщин, для меня пример, это моя мама, которая постоянно наставляет меня, поддерживает, вот. Да, конечно, это самая важная поддержка в нашей жизни. Хорошо, второй вопрос тут. Здравствуйте, Дорига Шакимова, я Аскара Варима, студентка третьего курса. Поздравляю вас с победой, с вашей победой в Рио. Расскажите, пожалуйста, о своем самом запоминающемся бою. Запоминающемся бою, наверное, это проигрыш был, потому что ты столько лет к этому идешь и стремишься, конечно же, выиграть на протяжении девяти лет в боксе, и это каждодневные тренировки, там, три тренировки в день, две тренировки в день, постоянный режим, и когда проигрываешь, что-то чуть не хватает и начинаешь себя винить, вот ты, значит, где-то не доработала, еще что-то, ну, наверное, вот эти эмоции, они как-то больше, может быть. Ну, каждая победа, каждый проигрыш, он сам по себе мотивирует. Даже тот же проигрыш, да, он мотивирует, думаешь, ну, значит, где-то не доработала, нужно еще больше работать над собой. да, конечно, каждый проигрыш, это толчок к следующей победе, больше рывок, хорошо. Ну, вот тут сейчас как раз поднесли вопросы, давайте посмотрим. Здравствуйте, дорога, я Муратова Алия, студентка второго курса. Как вы справляетесь с поражениями на ринге и в жизни? Да, абсолютно спокойно. Конечно, после боя эмоционально выходишь там, расстраиваешься, что подвел там страну своих там, тренеров, которые в тебя верят. Но спокойно придешь, сядешь в угол, не знаю, помолишь, успокоишься и дальше. Я думаю, сразу на ринге груши, чтобы так вот, не там, так значит, на груши. В нашей жизни, в принципе, всякие моменты бывают в жизни, да, и хорошие, и плохие. Нужно как-то это все правильно воспринимать, самое главное, воспринимать это как испытание, наверное, от Всевышнего, что нужно проходить через какие-то трудности, чтобы достичь какого-то успеха. Ну, как есть хорошие, такие слова сказанные, да, что каждое испытание нам послало свыше то, которое мы сможем осилить. Не без сильных испытаний не бывает. То есть, каждое испытание, это наше... Да, если он посылает эти испытания, любые... Вы это сможете. То это по-любому, да, человек он может... Спасибо. Так, здравствуйте, дорога, как вы пришли в бокс? Во сколько лет начали заниматься боксом? Ну, в принципе, тут немножко уже вопрос такой был, да? Во сколько лет, получается, 18 лет? 18 лет. Вот так вот. Так что как раз возраст тот, который сейчас вам двигать и двигать вперед до Олимпийских игр, да? Да, самое главное, конечно, спасибо. Самое главное, это ставить перед собой цель и, ну, заниматься, наверное, любимым делом и идти к ней, несмотря ни на что, потому что могут встречаться разные трудности по пути, там, могут разные люди встречаться и доброжелатели, да и нет, могут говорить, что да, вот ты не умеешь, да, у тебя не получится, ну, нужно главное верить в себя, верить в Всевышнего и идти до конца к своей цели, несмотря ни на что. Спасибо, хорошо, так. Что для вас является большим успехом в жизни? Большим успехом в жизни? Самым большим. Ну, Олимпийская медаль уже есть, правда, бронзовая, но и есть. Следующая? Ну, да. Пока я не считаю, что я прям так, что чего-то вот добилась. То есть, есть еще цели в Березнии, и они... Да, еще вся жизнь в Березнии, еще. Хорошо, спасибо. Что самое трудное из того, что вам приходилось преодолевать в жизни? Какой-то момент, может, в жизни, который для вас оказался лучше? Да, был момент, конечно, это... мы очень рано потеряли своего папу. Вот, мне было 13, мое строго было 15. Ну, это был самый такой период, очень сложный. Ну, у нас они с троем, получается, я, мама, сестра. Конечно, есть родственники, все, но... родной отец, да, это как пример, опора. И в этот момент, как раз, вот, был подростковый возраст, и его не стало. Наверное, вот этот самый такой тяжелый момент в жизни. Да. Сейчас, я думаю, многие в интернете даже такое читали, когда у вас есть родители, у вас есть два крыла. Когда вы теряете, хотя бы одного родителя, вы теряете одно крыло. Да, это очень тяжело, конечно. Очень. Хорошо. Я Сиитова-Кульнара. Хотела бы спросить следующее. Вы сейчас тренируете кого-то? Или только тренируете сами? Нет, я не тренирую, и пока не задумываюсь это делать, потому что сейчас у меня свои тренировки, такой плотный режим, утром, вечером тренировки, и... То есть, нет времени для того, чтобы тренировать пока. Может быть, кто-то из студентов хочет прямо из студии задать вопрос? из зала. Поднимайте смелее. Давай. Подходи сюда, мы микрофон передадим.